Сегодня мы открываем наш школьный лагерь для тех, кто не хочет скучать на лавочке, а хочет узнать, что такое настоящая дружба. К этому дню в Старогородковской школе-интернате готовились особенно тщательно. Ребята подолгу оттачивали номера, педагоги не отставали от них. Всем хотелось выступить достойно, особенно перед почетными гостями. У меня сегодня очень-очень важная миссия. По поручению главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова разрешите всех вас поздравить с началом новой смены. Первой смены лагеря с дневным пребыванием в Старогородковской школе-интернате. Несколько часов пролетели как один миг. Дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах. На праздник приехали и воспитанники Филимонковского детского дома. Своим выступлением они покорили зал. Особая радость – подарки от благотворительного фонда, с которым интернат дружит уже много лет. Нас связывает, безусловно, то, что мы лечили детей, помогаем, занимаемся реабилитацией детей. И у нас были поездки и на Валда, и на Селигер. Вот сегодня я тоже деткам озвучила, что мы опять едем на Селигер. Они очень хотят. Дневной лагерь получил название «Солнышко». У него есть свой девиз и даже флаг. Два отряда – кузнечики и одуванчики – на протяжении 20 дней будут интересно проводить время. И, что самое главное, с пользой для здоровья. Это закаливание процедуры, это фиточаи, это, получается, ну, оздоровление еще – это досуг. У нас досуг очень расписан. У нас каждый день приезжают гости, артисты, они ездят в цирк. Это три раза в неделю бассейн, посещение. Это занятия с нашими спортивными учителями физкультуры и зарядка утренняя. Ну, в общем-то, как положено в хорошем, нормальном лагере. С восьми утра до восьми вечера с детьми будут находиться два воспитателя. Уже расписаны занятия с дефектологом, психологом, не забыли и о кружках. Пребывание в лагере для детей будет абсолютно бесплатным. Все финансирует район. То, что сегодня наши дети, которые проживают на территории старого городка, могут в дневное время находиться в этом лагере, и дети находятся под присмотром педагогов, медиков, они получают массу позитива в этом месте. Это самое лучшее, что можно сегодня подарить нашим детям. Подобные лагеря для детей с ограниченными возможностями здоровья откроются также в школах «Надежда» и «Гармония». Эту уникальную практику Одинцовский район ввел одним из первых во всей Московской области. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцовского района «Надежда» и «Гармония» «Надежда» и «Гармония» «Надежда» и «Гармония» «Надежда» и «Гармония».